МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане открыли банк низкообогащенного урана МАГАТЭ. Он находится на территории металлургического завода в Узкоминогорске. Символические ключи от банка низкообогащенного урана передает Нурсултан Назарбаев. Президент может увидеть хранилище на экране. Оно гарантирует поставки урана государством членам МАГАТЭ, если его невозможно будет купить на внешнем рынке. В банке будет храниться 90 метрических тонн урана. Этого хватит для загрузки реактора, который сможет 3 года снабжать электроэнергией большой город. Казахстан и Россия уже договорились о транзите. Это первый подобный банк в мире. Главное условие – низкообогащенный уран, который хранится здесь, можно будет направлять только на мирное использование для производства реакторного топлива. Сейчас в мире действует 447 атомных электростанций в 30 странах, и еще более полусотни реакторов строятся. Я рад открытию банка. Уран – это источник энергии и возможность уменьшения эффекта негативного изменения климата. 58 реакторов сейчас строятся. Как минимум 30 стран в этом заинтересованы. Весьма важно, чтобы этот механизм был создан, чтобы у стран была уверенность, что они смогут покрывать свои расходы атомной энергией, и что всегда будет доступно топливо для АЭС. От имени своего правительства я хочу выразить признание Казахстану за все те усилия, предпринятые для того, чтобы все планы по реализации этого проекта были притворены в жизнь. Объединенные Арабские Эмираты тоже развивают атомную энергетику, и мы всецело поддерживаем инициативы, направленные на обеспечение устойчивости энергетического рынка. Мы уверены, что успех этого проекта станет значительным шагом на пути к расширению мирового пространства, где энергию атома используют исключительно в мирных целях. Все пункты, которые я озвучил сегодня, направлены на то, чтобы в столетии ООН мы встретили без ядерного оружия. Своим примером мы призываем все страны, стремящиеся к ядерам оружия, сойти из этого опасного пути. Безопасные будущие земли, нашего общего дома, гораздо весомее ядерных амбиций. Именно поэтому мы создаем на земле Казахстан не оружейный уран, а банк НОУ, банк мирного атома. Предприятие с годовой мощностью в 3,5 миллиона яиц было открыто в Шиелинском районе. Почти весь производственный процесс на фабрике автоматизирован. В планах у руководителя предприятия увеличение мощности производства вдвое. В сентябре следующего года хотим запустить еще один цех и увеличить производственную мощность вдвое. В сутки будем выпускать до 25 тысяч яиц. Планируем воспользоваться государственной поддержкой, взять льготный кредит и приобрести дополнительное оборудование. В правительстве откажутся от целевых трансфертов из нацфонда уже в 2018 году. Об этом на брифинге, посвященном макроэкономической стабильности, сообщил министр финансов Бахат Султанов. Он напомнил, что за последние 4 года трансферты направляются на реализацию антикризисных программ и поддержку экономики. Как подчеркнул глава ведомства, такие меры дали результаты, в том числе в виде роста экономики до 1%. Также в рамках проекта бюджета на ближайшие 2 года члены правительства намерены обеспечить стабильность и управляемость госдолгом. Дефицит бюджета в последующие годы мы намерены удерживать в пределах 1% в связи с этим в проекте республиканского бюджета. На следующий год он установлен в размере 1,1% КВП и в 2019-2020 снижается до 1%. Это обеспечивает сохранение параметров долга и погашение долгов в соотношении к доходам бюджета в последующие 3 года мы должны удерживать в пределах 15%. Президент России Владимир Путин вручил исполняющему обязанности главы Мордовии Владимиру Волкову папку с обращениями жителей региона. Президент также добавил, что необходимо решать вопросы с выплатой заработной платы, а также проверить законность обнесения озера и нарка забором. Напомним, после прямой линии, которая состоялась 15 июня, глава государства поручил администрации проанализировать обращения, не попавшие в эфир. Все критические замечания президент передает губернаторам в одинаковых зеленых папках. Первым с жалобами ознакомился руководитель Орловской области Вадим Потомский. После него папки получили губернатор Астраханской области Александр Жилкин, временно исполняющий обязанности главы Мариэл, Александр Естифеев, а также глава Калмыкия Алексей Орлов и другие губернаторы. Как у вас социальный вопрос? Что очень важно для нас, это повышение реальных доходов населения в 3%. 4% растем в село. И вот благодаря программам российским, программу нашим внутренним, растем 18% по сдаче жилья. Ну и строим уже где-то около 20 объектов, сдали промышленное назначение, школы, центры реализные, сдали. Я вам передам вот эту папку с обращениями жителей Мордовии ко мне в ходе прямой линии. Некоторым нужно обратить особое внимание. В состоянии сельских дорог, отсутствие социальной инфраструктуры, в новостройках, в том числе в Саранск. Построили новый микрорайон, но при этом нет ни одного детского садика. Надо обусловливать представление земли, обязательно возвышение социальной инфраструктуры. Есть и проблемы заработной платы. Здесь вот прямо отмечены, обратите внимание на это, ладно? Хорошо. Ну и по поводу мест отдыха. Самое большое озеро Энерка, да, обнесено забором. Вот надо посмотреть, насколько такие действия отвечают действующему закону. Я вам это все передам и жду от вас доклада, потому что и как... Хорошо. Главное противоположное. Показатель ВВП Беларуси в 2018 году может вырасти на 3,5%. Такого темпа роста не было 7 лет. В Министерстве экономики намерено увеличить валютную выручку на 2 миллиарда долларов. В первую очередь, благодаря повышению объемов экспорта. Как отметил премьер-министр Беларуси, особенность нынешнего прогноза – усиление влияния внутреннего спроса на ВВП. Отдельное внимание жилищной политики. Новая программа по кредитованию нуждающихся сейчас прорабатывает 6 банков. Дополнительные ресурсы составят 400 миллионов рублей. Практически достигается сбалансированность во внешней торговле. При общем внешней торговом обороте почти в 70 миллиардов долларов США сарда прогнозируется близким к нулю. Порядка минус 30 миллионов долларов или 0,1% к ВВП. Планируется привлечение 1,450 миллионов долларов США прямых иностранных инвестиций. Беларусскую продукцию торговой марки «Амбассадор» высоко оценили на международном дегустационном конкурсе в Сан-Франциско. Две медали от лучших сомелье завоевал Минский завод виноградных вин. Международный форум в Калифорнии проводится 37 лет и задает мировые стандарты в отрасли. Победители высококвалифицированные эксперты отбирают методом слепой дегустации. Судьи не знали страну производителя, только сорт и урожай винограда. По условиям конкурса в итоговых оценках обязательно указывалась стоимость продукта. Беларусь не относится к странам винодельческого пояса. Минский завод работает с молдавским сырьем. Еще не разлитым по бутылкам вино доставляют в специальных термоизолированных цистернах из нержавейки, и это тоже помогает сохранить все качественные характеристики продукта. С крупнейшим молдавским производителем минское предприятие сотрудничает уже более 16 лет, которому принадлежит около 3 миллионов кустов винограда. И три завода первичного виноделия. Минский сделал ставку на передовые технологии и не прогадал. Еще на этапе создания производства здесь внедрили технологию холодного розлива. В конце 2014 года молдавский партнер первым в стране вырастил виноград, отвечающий европейским стандартам ЭКО. Винный материал сертифицирован, как экологически согласно требованиям регламента Совета Евросоюза. Чтобы получить ЭКО виноград ушло 4 года. Именно из такого сырья и произведено вино-победитель конкурса в США. Очередной обмен жесткими заявлениями состоялся между Европой и Турцией. Выступая на встрече глав дипломатических миссий Евросоюза в Брюсселе, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил, что Турция гигантскими шагами отдаляется от Европы, особенно в области прав человека и правового государства. В свою очередь, канцлер Германии на ежегодной пресс-конференции отвергла инициативу расширенного таможенного союза с Анкарой и потепление торговых отношений без видимого прогресса в области прав человека. Что же касается вступления Турции в Евросоюз, начатые в 2005 году переговоры были фактически приостановлены в конце прошлого года в связи с массовыми нарушениями прав человека в Турции после неудачной попытки военного переворота. Я подозреваю, что президент Эрдоган хочет, чтобы Евросоюз остановил переговоры о приеме Турции в сообщество, чтобы возложить всю ответственность на европейцев, а никак не на Турцию. 100 миллионов евро требуется, чтобы спасти от разрушения Гаргульи и готические арки собора Парижской Богоматери, одной из главных достопримечательностей французской столицы. Загрязнение атмосферы и температурные колебания нанесли 850-летнему строению значительный ущерб. В 30-х годах XIX века, после публикации романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», на спасение жемчужины французской готики средства собирали всем миром. Как спасти собор на этот раз? Без новой основательной реставрации риск обрушения целых фрагментов фасада очень велик. Ежегодно Нотр-Дам посещает около 13 миллионов человек. На реставрационные работы государство выделяет храмы ежегодно 2 миллиона евро, но этого явно недостаточно. По подсчетам экспертов, в ближайшие 20 лет потребуется 100 миллионов евро и еще 50 миллионов в следующие 10. Среди предложенных мер – привлечение меценатов со всего мира. Для этого создан фонд под названием «Будущее наследие Парижа». Правительство Италии объявило чрезвычайное положение в ряде районов острова Иския в связи с последствиями землетрясения, произошедшего 21 августа. Речь идет о курортных городках, находящихся на северо-западном побережье этого итальянского острова в Тиренском море. На ликвидацию последствий власти выделили 7 миллионов евро из фонда по национальным чрезвычайным ситуациям. Сообщается о двух погибших. Около 40 человек получили травмы, порядка 2000 лишились крова. Пострадавший район острова посетит президент Италии Серджио Моторелло. Жертвами шторма Харви, который бушует в штате Техас уже шестые сутки, стали по меньшей мере 15 человек. При этом власти добавляют, что вероятно, эта цифра в два раза больше, поскольку гибель некоторых людей еще не подтверждена официально. В Хьюстоне обеспокоено возросшим в эти дни уровне преступность Мэр 4-го по величине города США был вынужден ввести комендантский час на фоне участившихся сообщений о вооруженных ограблениях. На небольшой городок Кросби во вторник обрушилась еще одна беда. На местном химическом заводе вышла из строя система охлаждения и возникла серьезная опасность взрыва. Люди, которые живут неподалеку от предприятия, в срочном порядке покидают свои дома. В последние сутки эксперты пересмотрели сумму ущерба от урагана. Цифра возросла с 20 до 50 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп, который побывал в Техасе во вторник, заявил, что эта катастрофа станет самой опустошительной для американской казны за всю историю существования страны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...